Чтение творит добро и дает знания. Именно об этом говорит выставка «Читающий город». Она проходит в центре ковчег Свято-Елизаветинского монастыря ко дню православной книги. Самая интересная часть – коллекция старопечатных и редких изданий из архива монастыря. Как зарождалась письменность, кто был первопечатником и какая она самая первая книга. Это импровизированная келья, где рождалась книга. Именно вот так, стоя, монах переписывал страницу за страницей. Затем книга оформлялась с помощью печатных форм, сшивалась и обтягивалась натуральной кожей. Затем отправлялась под пресс. Но за счет того, что книги были очень дорогими в библиотеках, они хранились на цепях. Примечательно, что в конце каждой книги была приписка от монахов. Они сообщали, что очень трудились, были уставшие. Если есть ошибки, просили прощения. Один монах мог за время светового дня написать две страницы. Писали пером гусиным, варили сами чернила. То есть на это все уходило время. Одну книгу писали месяцами. Конечно же, долго нужно уже варить. То есть секреты были, как варить. А еще и оформлять нужно было. Вот, например, я могу обратить ваше внимание. Одна из древних книг, сохранившаяся до наших дней, «Астромировая Евангелие», которая хранится в Российской национальной библиотеке города Санкт-Петербурга. Она написана от руки, оформлена. Вот посмотрите, здесь уже есть иллюстрации. В то время не было акриловых красок. Нужно было эти краски добывать где-то в природе. И варили из желудей, из черники, крокатицы, там красный пигмент брали. То есть нужно было собрать пигменты, краски для того, чтобы красиво оформить страницу. В нашем монастыре сделали макет, копию «Астромировая Евангелие». Обратите внимание, кожаная, деревянная обложка на таких замочках. И мы попробовали сымитировать, мы попробовали написать так, как писали наши предки. Даже при наших современных условиях, наших возможностях и наших инструментах, сесть и написать вот таким образом, это, конечно, стоит больших трудов. А вот давайте попробуем прочесть хотя бы слово одно. Так, ну давайте. Ну, сканип, слово, сканип. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И искани слово, вот видите, как это все. А, искани слово. Да, 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 это древний евангелий. У меня это сканип. Евангелие от Иоанна. То есть это звучит как вон «А». Ага, слово. И слово было? Бог, он писалось так, да. Да, да, одну книгу могли писать и оформлять месяцами, поэтому они были очень дорогим удовольствием. А наши предки весьма изобретательными. Например, в алфавите, который раньше назывался глаголицей, зашифровано посланием. Я знаю буквы, слово – это достояние. Живите усердно, земляне, как подобает разумным людям. Несите слово убежденно. Знание – дар Божий. Дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь. Красиво? Это по буквам зашифровано. Конечно. Это перевести. Более того, каждая буква несет свой смысл. Это уменьшенная копия лифта для книг. Раньше в библиотеках стеллажи были очень высокие, и такое колесо доставало до потолка. Библиотекарь перекатывал его в нужное место, клал в ячейку книгу и вот таким вот образом спускал ее вниз. Помимо истории печатной книги, посетителям предлагают книжное кафе, обустроенную деревенскую хатку. В программе также мастер-классы по исторической каллиграфии, создание аппликации, семинары и встречи с писателями и священниками. Одно дело рассказывать, а другое дело попробовать, как это люди тысячелетия назад писали. Сложно? Очень сложно. Очень сложно. Но красиво, правда? Да. У меня даже не сразу все получается. От священного писания, духовных автобиографий до детских книжек и календарей. Разнообразная программа и духовная пища для ума. Выставка форум «Читающий город» продлится до 10 марта. Полина Макея, Александр Мирошниченко, агентство Минск Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова